Америка пока не будет финансировать договор по открытому небу. Он позволял российским и американским самолетам совершать наблюдательные полеты и следить за соблюдением обязательств по ограничению вооружений. Ответственность за это решение Вашингтон возложил на Москву. Соединенные Штаты считают, что Россия нарушает условия сотрудничества и требует перестать использовать сведения, полученные во время наблюдательных полетов в разведке. Кроме того, США требуют разрешить им полеты над Калининградской областью и Чечнёй, а также в районах на границе с самопровозглашёнными Абхазией и Южной Осетией. Россия уже назвала действия Вашингтона неприемлемыми. В русле общего ужесточения американского курса в отношении России наблюдается склонность Вашингтона не заниматься конкретикой наших предложений, а идти и здесь тоже по пути односторонних шагов и навязывания нам неких рецептов, которые неприемлемы, если мы ведём речь о цивилизованном межгосударственном общении. Новый военный бюджет США предусматривает и другие ограничения на сотрудничество. Среди мер для снижения влияния Москвы – новые типы ядерных зарядов, финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе и помощь союзникам в сокращении зависимости от России. Полный объём бюджета – 717 миллиардов долларов. Этот закон о национальной обороне – самый значительный вклад в наши вооружённые силы в современной истории. И я очень горжусь тем, что сыграл в этом большую-большую роль. Знаете, я пошёл в Конгресс и сказал – давайте сделаем это. Мы должны это сделать – усилить наши войска, как никогда прежде. И мы это сделали. Документ назван в честь сенатора-республиканца Джона Маккейна. Но в своей речи Трамп не упомянул бывшего военного. Маккейн часто критикует его политику. Кроме того, новый закон запрещает госструктурам США покупать продукцию китайских компаний ZTE и Huawei. Американская разведка опасается, что их могут использовать для шпионажа.